Валерий Константинович, добрый день. Не вопрос у меня к вам, скорее просто логические рассуждения. Смотрел вебинар, я дважды пересматривал, во всяком случае, ту часть, когда мы рассуждали опять очередной раз про осенний полив участка. Почему-то мои родители тоже этим занимались в 80-х. Приусадебное хозяйство, сарафанное радио, наверное, тогда это вот способствовало всему этому восьмидесятых. Зачем это делали родители? Тесно говоря, вопросом никогда не удавалось. Самому было всегда немножко непонятно, даже из-за обыкновенной школьной физики. В зиму заливать, чтобы потом все это замерзло. Было как бы, ну так вот, скажем, посредственно непонятно. Ну и на данном этапе то же самое. Смотря всякие ролики, этот осенний полив. Может быть в разных регионах он и нужен. В каких-то совершенно, допустим, не в нашей, я в Караганинской области. Хоть у нас и засушливый климат, но осенняя заливка участка, не знаю. Ну а вот к чему я. Эта осень у нас была очень продуктивная на дожди. Октябрь, ноябрь, не проливные дожди и шли, но, так скажем, умеренно, постоянно. И просто в одночасье, в 2-3 дня пришла зима с температурой минус 30. После дождей за 2-3 дня сразу минус 30. То есть было плюс 3, плюс 5 и резко минус 30. За пару-тройку дней. Как себя поведут растения? Интересно, вот мы тоже про тот же самый влагозаряд. Как это себя перезимует? Интересно. А вот этот снег. Так, я показываю. Вот персик, вот персик, он дальше тоже персик. Так, вот персик и вот еще тоже персик. Укрытые. Это подвойные вишни. Тут еще чего-то. Это у нас этот тернослив. Вот это все вот, грядочка. Как все это перезимует? Теперь мне интересно. Сам себе вопрос задаю и буду ждать весны. Ну и опять же к чему? Был у меня вопрос знакомой нашей общей с Усть-Каменогорска. Смотрела она то ли ваш ролик, то ли просто ролик про как сохранить черенки в зиму. И была отсылка. И Иван Федорович читал комментарий. Мужчина говорит, что он держит черенки в морозильной камере. в морозилке. Не именно в морозильной камере, а в морозилке. Мне пришлось спустя, конечно, какое-то время пообдумать. И надо было как-то дать ответ. Пришлось как приводить некие примеры. Говорю, Наташ, ну вот вы женщина. Когда-то же бы все равно на мороз белье вывешивали. Слегка отжатое, там хоть не слегка отжатое, сильно выжатое. Получается в течение там короткого периода ткань, материал дубеет на морозе. Но если вы его продержите хотя бы ночь или сутки белье, то оно становится только в тех нижних точках, где осталась вода, где она еще не успела вымерзнуть на морозе. А ткань-то остается уже мягкой. Потом привел пример еще один. Я говорю, вот есть докторская колбаса. Ну, вареная колбаса. Так же самое, говорю, вот посмотрите, если вы ее ложите в морозильную камеру, в холодильник, в морозилку, и продержите ее несколько суток. Потом, когда вы ее достаете, размораживаете, она превращается в некую кашу. Потому что с нее вымерло все. То есть я их дал понять, что если черенки держать в морозилке, вся естественная влага из них вымерзнет. Другой вопрос. Тот мужчина, ну, отсылка была на мужчину, тот мужчина не сказал, сколько градусов у него выставлены был в морозильник. Если там было максимум минус 5, минус 3, минус 5, почему бы и нет? Может быть, они и перезимовали бы спокойно, так скажем. Ну, перезимовали условно до весны. А если морозильник установлен на 18-20 градусов, то никакие черенки не перезимуют. Чем бы вы их там парафином или герметиком строительным торцы замазывать? Они просто вымерзнут, с них вся влага выйдет. Вот как бы пришлось мне вот так вот отвечать знакомые. И вот что теперь получится весной, даже не знаю. Переживаю за все свои растишки. Ну, весна покажет. Вот так хотел с вами поделиться. Мясо.